Металл. Припой. Флюс. Источник нагрева. Сущность пайки – соединение металлов расплавленным припоем. Техника пайки известна с древнейших времен. Медники паяли кухонную утварь. Ювелира – тончайшие филигранные узоры. И теперь нельзя представить себе область производства, где бы не применялась пайка. В отличие от сварки, при пайке, особенно низкотемпературной, возможен разъем соединения без нарушения формы и свойств металла. Большое преимущество процесса – возможность соединения сразу по всей поверхности соприкосновения и минимальной деформации изделия. По способу заполнения зазора припоем различают капиллярную пайку и пайку-сварку. Капиллярная пайка наиболее распространена. Смачивание и затекание припоя в зазор происходит за счет капиллярных сил. Существует несколько видов капиллярной пайки. Контактно-реактивная пайка. Температура плавления сплава меди и титана ниже температуры плавления каждого металла в отдельности. Это явление контактного плавления используют для пайки титана и других металлов. При нагреве образцов при температуре около 900 градусов зазор заполняется за счет плавления места контакта. Диффузионная пайка применяется для получения соединений, работающих при высоких температурах. В вакуумной установке при температуре выше точки плавления припоя детали выдерживаются определенное время. Пайка происходит за счет взаимной диффузии припоя и основного металла. При реактивно-флюсовой пайке во время нагрева припой образуется за счет реакции металла и флюса. Пайка позволяет соединять различные металлы и сплавы. В зависимости от температур плавления металлов используют различные припои. Они бывают в виде гранул, прутков, проволоки, порошка, фольги и закладных деталей. Низкотемпературные припои плавятся при температуре ниже 450 градусов. Это припои, как правило, на основе олова и свинца. Жидкотекучесть таких припоев дает возможность паять изделие сложной формы. Высокотемпературные припои плавятся при температуре свыше 450 градусов. Это медно-цинковые, медно-никелевые и серебряные. Надежное соединение припоя с металлом возможно лишь на поверхности очищенной от окисных пленок. Для этой цели служат флюсы, канифоль, хлор, цинк, а также соли, например, бура. Флюсы способствуют лучшему смачиванию и растеканию припоя по шву. Они также предохраняют нагретые припайки металл от окисления. Припайки высокотемпературными припоями пользуются газовыми горелками. Существуют более современные способы нагрева соединений. Например, с помощью токов высокой частоты. На подготовленные торцы труб наносят припой с флюсом. После сушки трубу помещают внутри индуктора. В этом случае происходит пайка-сварка. Присадочным материалом служит припой. Помимо пайки токами высокой частоты, существует и экзотермическая пайка. Припой в виде кольца, а флюсованный и высушенный, закрепляют на трубе. Термитную шашку располагают в месте будущего соединения. При горении развивается температура, достаточная для надежной пайки. Такая технология применяется при монтаже трубопроводов в пылевых условиях. При пайке низкотемпературными припоями используют обычные электрические паяльники. Однако, производительность такой пайки невелика. Даже если использовать паяльники-полуавтоматы. Получают распространение специальные виды пайки для массового производства. Например, пайка волной припоя. Расплавленный припой подается насосом и образует волну над уровнем расплава. Подготовленные платы очищаются флюсом. Подсушиваются, прогреваются и поступают на участок пайки. В момент касания платы с волной припоя происходит пайка контактов. Существует метод пайки погружением в ванны. После очистки в кислоте платы погружаются в расплавленный припой олово-висмута, где происходит пайка контактов. Большая производительность, высокое качество изделий при автоматизированных методах пайки способствует все более широкому применению ее в различных областях промышленности. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ